Как желание Путина соотносятся с его возможностями? Может ли Россия безнаказанно тестировать ядерное оружие? За что иранской правозащитнице дали Нобелевскую премию мира? И почему нужно верить в единорогов? Это аналитика от ведущих мировых изданий на канале Объектив. С вами Анастасия Брюханова. Оплата подписок на издания, работы нашей редакции возможны только благодаря рекламе и в первую очередь вашим пожертвованиям. Поддержать нас можно на Патреоне или Бусти. Все ссылки есть в описании. Спасибо, а я начинаю. Сегодня утром Израиль был атакован террористической группировкой Хамас из сектора Газа. В пограничные регионы прорвались бойцы Хамаса, а на израильские города обрушилось около двух с половиной тысяч ракет, большая часть из которых были перехвачены ПВО или упали в пустыню. Но если обстрелы, пусть и не такие массивные, случаются в Израиле часто, то вот прорыв границы и попытка захвата нескольких небольших населенных пунктов – событие экстраординарное. На момент записи ролика известно о более 200 раненых и 20 погибших. Хамас уже взял на себя ответственность за случившееся и утверждает, что они взяли в плен 35 человек, в том числе 5 военных. В ответ на атаку Цахал армия Израиля уже наносит удары по сектору Газа. Нью-Йорк Таймс сообщает, что в ходе ответных мер уже было разрушено здание внутренней службы безопасности в Газе. Оппозиционные партии Израиля выразили солидарность армии и отменили протестные акции, запланированные на сегодня. Премьер-министр Бениамин Натаньяху заявил, что происходящее – не спецоперация или очередная эскалация, а полноценная война. Он пообещал, что Хамас заплатит за атаку беспрецедентную цену. Также Натаньяху распорядился зачистить приграничные населенные пункты и объявил мобилизацию резервистов. Объявить же войну может только военно-политический кабинет. Его заседание назначено на 13.00 по московскому времени. Символично и то, что атака боевиков Хамаса случилась 7 октября, на следующий день после 50-й годовщины войны Судного дня. В 1973 году Египет, Сирия, Ордания и Ирак в союзе между собой пытались оккупировать и уничтожить Израиль. Но уже к концу октября Израиль смог победить все эти армии. Все новости о ситуации в Израиле мы оперативно освещаем в нашем телеграм-канале. Ссылка на него будет в описании. Подписывайтесь. Аналитики и эксперты часто обсуждают поведение Владимира Путина. Чего он хочет, насколько серьезны его намерения, чего от него стоит ожидать. Однако на самом деле гораздо важнее обсудить то, что Путин может, а не то, чего он хочет. Журнал Foreign Affairs пишет о том, как правильно оценить масштабы угрозы миру от современной России. Понимать масштабы проблем важно. Западным правительствам необходимо понимать, на что готов пойти Путин, чтобы соответствующе реагировать на его шаги. Осторожно или не особо осторожно. В этом вопросе эксперты фокусируются не на том. Они все время обсуждают, чего Путин хочет. Хочет ли он просто заморозить войну или захватить еще пару областей, всю Украину. Или же Украина это только первый шаг, а так-то, говоря, Путин хочет себе починить всю Восточную Европу. И Финляндию, и Балтийские страны, Польшу и так далее. Еще одна точка зрения в том, что цель Путина это геноцид. То есть он хочет не просто починить себе Украину, а уничтожить ее как государство и нацию, стереть ее культуру. Это все разговоры очень интересные, однако не так важно, чего Путин хочет. Важно то, что он способен сделать. Ну, допустим, цель Путина это дойти до Львова, аннексировать всю Украину и провести в Киеве концерт Шамана. И что? Прошедшие 20 месяцев войны показали, что Путин всего этого сделать не может. Линия фронта практически не движется, а когда в прошлом году двигалась, это отступали российские войска. Зимнее наступление не удалось, идти вперед российская армия не может. Так что какая разница, чего там хочет Путин? Многие опасались, что он будет успешно использовать инструменты мягкой силы, но и они оказались бесполезными. Но Россия отключила газ, а Европа не замерзла. Германия и другие страны продолжают поставлять Украине оружие. А вот с Путиным никто дружить особо не хочет, потому что его нечего предложить другим странам. Нет ни экономических возможностей, ни какой-то всеобъемлющей красивой идеологии. Конечно, все может поменяться. Война может вдруг резко пойти в хорошую для него сторону, и тогда мысли Путина о захвате других стран станут иметь значение. Однако прямо сейчас это не так. Поэтому политика западных стран должна основываться не на мечтах Владимира Путина, а на том факте, что его армия не может захватить четыре украинских области целиком, которые при этом уже успели записать в состав Российской Федерации. Во время выступления на Валдае Путин сказал, что Россия может провести ядерные испытания. Для этого он даже готов отозвать ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении таких испытаний. В общем, снова угрожает миру ядерным оружием, уже не первый раз за время войны. О том, может ли Россия выйти из договора и безнаказан тестировать ядерное оружие, рассуждает Хизер Уильямс, директор проекта по ядерным вопросам в Центре стратегических и международных исследований. Этот самый договор приняли в 1996 году, и сейчас его подписали более 180 стран, включая Россию и США. Правда, штаты договор так и не ратифицировали, то есть не взяли на себя обязательства безоговорочно этот договор соблюдать. Но так или иначе, все его подписанты обязуются, цитата, «не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия». Но эта формулировка оставляет одну вполне законную лазейку, ведь нельзя проводить именно взрывы, то есть симуляции ядерных испытаний или же их моделирование на компьютере под эти правила не подпадают. Ведь во время их проведения радиационных выбросов нет. В современном мире моделирование взрыва без самого взрыва — это вполне нормальная практика. В таких испытаниях взрыв имитируют с помощью лазерных установок или компьютерных программ. Так, например, делают штаты Британии, Франции и Китай. Но вот у России таких технологий пока что нет. Есть лишь проект установки УФЛ-2М, которую в СМИ иногда даже называют «Царь лазер». По планам ее введут в эксплуатацию аж к 2030 году. И Кремль заявляет, что это будет самая мощная в мире лазерная установка. Пока что каких-либо подтверждений этим заявлением нет. Да и установка еще в разработке, а значит, безопасные испытания Россия производить не может. Однако бывают тесты с низкой мощностью, когда взрыв вроде бы был, но отследить его сложно или практически невозможно. А если вдруг отследят, то всегда можно сделать вид, что Кремль тут ни при чем. По данным госдепа США, Россия такие испытания уже проводила в прошлом году, но пока никакой международной реакции не последовало. Сейчас речь идет не только о маленьких испытаниях, которые вообще-то тоже опасны и проводить их не нужно. Путин же говорит о выходе из договора и о проведении полноценных тестов. По мнению Уильямса, у России может быть две причины для возобновления испытаний ядерного оружия. Но первая, понятно, политическая. Запугать соседей и показать, что ради победы Путин совсем готов на все, наплевать на любые международные нормы. Ну и вообще на какие бы то ни было нормы. Вторая же причина техническая. Ведь неизвестно, в каком состоянии сейчас находится российское ядерное оружие. Возможно, Кремль действительно хочет проверить его работу или протестировать пару новых разработок. Чисто теоретически, выйти из договора и провести испытания Россия и правда может. В нем прописано, что государство-участник может иннулировать договор, если некие чрезвычайные события поставили под угрозу высшие национальные интересы страны. Ну, формулировка прям для Путина. Суверенития, традиционные ценности, угроза существования России и так далее. Но пока что наша страна из договора не вышла и ратификацию свою не отозвала. Но давайте представим вместе с автором статьи, что это случилось. И Россия готовится протестировать новую ядерную ракету. Как на это отреагирует мир? За последние годы единственная страна, проводившая ядерные испытания, это Северная Корея. Не очень хочется, чтобы к этой стране-изгою добавилась еще и Россия. Уильямс надеется, что другие страны отреагируют заранее. Никогда испытания уже прошли, а как только станет понятно, что Россия к ним реально готовится. Первая реакция, ожидаемая, должна быть от США. Штаты хоть и не ратифицировали договор, но беспрекословно его соблюдают. К тому же они ежегодно выделяют около 30 миллионов долларов на работу организации, которая контролирует соблюдение этого договора. А также приглашают экспертов на собственные полигоны, чтобы они увидели, что никаких испытаний там нет. Пока непонятно, каким будет ответ США на возможные ядерные испытания России. Но когда Северная Корея провела последние испытания, Штаты усилили свое политическое и экономическое давление на Пхеньян. Реакция остальных стран пока не особо понятна. Мир до сих пор не отошел от последствий Холодной войны, когда ядерные испытания не были под запрет. Сильнее всего пострадали тогда страны Азии и Африки, где вырос уровень заболеваемости раком. Но также начались проблемы с экологией. Тем не менее, от этих стран до сих пор не поступало резкого осуждения ядерных угроз Кремля. По мнению автора, от международной реакции зависит многое. Не только проведет ли Россия ядерные испытания, но и повлияют ли ядерные угрозы на войну в Украине. Из-за отсутствия явного осуждения Путин может решить, что ему все с рук сходит, что те же Китай и Индия не отвернутся от России, даже если она и проведет испытания где-нибудь в Азии. Причем сделать вид, что мы ничего не взрывали, не получится. Конечно, Россия может провести тихие, незаметные испытания, чтобы доказательств было минимум. Но автор предполагает, что если Россия и захочет испытать ядерную ракету, то сделает это так же громко, как и сейчас объявила о возможном выходе из договора. Чтобы на Западе заметили, чтобы еще раз всех запугать и заставить страны НАТО уменьшить поддержку Киева. Сейчас давайте немножко поговорим про российскую оппозицию. Никаких статей тут не будет. Будет мое мнение, а мнение Анастасии Брюхановой. Последние недели главная дискуссия в оппозиции – это спор между Максимом Каацем и ФБК о том, надо ли вместе делать проект президентским выбором. Выборы будут уже в марте 2024 года. Времени осталось мало. А показать, что вообще-то Россия против Путина, надо. И сегодня я хочу разобрать аргументы, которые привела глава ФБК Мария Певчих в той самой аудиокомнате в Твиттере, в которой собрались послушать политиков 3000 человек. Тогда она сказала, что не нужно никакой кампании к выборам делать, потому что Путина, мол, победить невозможно. Если мы сейчас всех соберем и что-то попытаемся сделать, а потом проиграем, то люди разочаруются и перестанут интересоваться политикой. Прямая цитата была «Не нужно продавать розовые сопли единорогам». И вот тут я совершенно не согласна. А чем еще надо заниматься, если не продажа единорога? Сейчас объясню. Вся политика везде, и в России, и в свободных странах, это разработка какого-то видения, какой-то идеи и убеждения людей, что видение сработает. На мой взгляд, это прямая обязанность политика – убеждать людей и давать им веру в то, что их идеи осуществимы, что за них стоит бороться. Да, тяжело, да, может не быть гарантий. Но есть идея и мечта, и такая мечта, за которую сражаться стоит. Да, конечно, шансы победить Путина небольшие. А ну и что? Ну, ФБК, и мы с КАЦем, и всей нашей командой, и другие политики – все мы работаем в неравных с Кремлем условиях уже кто 10, а кто и 20 лет. Но раньше это нам почему-то не мешало участвовать в выборах, организовывать протесты, заниматься правозащитой и так далее. Команда Навального сама участвовала в выборах много раз. Была та же самая знаменитая мэрская кампания Навального в 2013 году. Тогда, в начале лета, когда только о планах Алексея стало известно, никто и не верил в шанс победы. Буквально встретить единорога в июне 2013 года на Тверской было вероятнее, чем увезти Собянина на второй тур. Но последнее тогда почти получилось. И кто же тогда разочаровался? Особенно показателен как раз 2018 год. Все знали, что у Навального есть уголовное дело, и что по этим основаниям ЦИК не пустит его на выбор, используя фейковую уголовку. Но кампанию-то все равно ввели. А почему? Да потому что надо пробовать, и надо пытаться даже, когда шансы призрачные. Точно так же и мы ввели кампании, когда победить было очень сложно. Много раз проигрывали, иногда победу у нас крали, а иногда мы побеждали. Было уже миллион причин, чтобы ничего не делать. Там у нас кандидатов не пустили, здесь ДЭК у нас, где-то бюллетени вкидывают, где-то переписывают протоколы. Но это все не важно. Надо все равно пытаться нанести власти, и Путину удар всегда, когда для этого есть шанс. А сейчас он есть. В марте будет, пусть, ну, несправедливый, неправильный, жульнический, но все-таки плебисцит. Ну, или как хотите, называйте эту процедуру. И там будет вопрос, хотим мы Путина или не хотим? Нравится нам война против Украины или не нравится? Легко ли победить на таком референдуме? Ну, абсолютно нелегко. Посчитают ли честные голоса? Нет, конечно. Но возможно ли убедить большинство россиян выбрать другую политику? Возможно ли отобрать у Путина его видимость поддержки? Да, и в этом наша прямая задача. Верить в единорога и убеждать других в том, что он есть. И делать это вместе. Ну вот, сторонники ФБК говорят, ну, а смысл объединяться, мол же, мы все и так здесь, каждый день на Ютубе рассказываем и правду о войне, и правду о Путине. И убеждаем россиян в том, что он плохой. Вот только готовы ли нас слушать? А тем более что-то делать, чтобы приближать конец этому режиму. Ну вот заходит антивоенно настроенный человек на стрим, и что слышит? Война, ужас, все плохо. Путина не победить. Ну и что он делать будет в своей жизни? Да просто выключит эти передачи и забьет на новости. Ну, иногда может будет заглядывать, чтобы быть в курсе. Но теперь, после того, как его убедили, что ничего не изменить, его главная задача не перемены приближать, а как-то научиться жить со всем этим ужасом, как-то подстроиться и выживать дальше. То же самое и нейтральные люди, которым война может и не нравиться, но они пока не разобрались, кто виноват. Но вот появилось у них сомнение, стали разбираться. И что же они слышат от тех, кто должен быть альтернативой? Путин, конечно, виноват, но сделать мы ничего не можем. Ну и чего ему дальше разбираться, если его действия ни к чему никогда не приведут? Чем вся эта демотивация, о которой люди и так сполна хлебнули за эти полтора года, будет отличаться от ситуации, ну если вдруг у нас не получится быстро победить в марте? Все эти люди сейчас должны слышать одно, ну буквально единорог существует. Путина победить нужно, а главное можно. Да, с трудом, да, предстоит много работы, но мы именно что должны вдохновить людей и дать им надежду, что перемены возможны. Это стимулирует их что-то делать, и в этом наша обязанность как политиков. Ну а дальше люди нас сами сильно удивят. Поэтому давайте наконец политикой заниматься, а не просто сидеть и вот уже 20 месяцев подряд просто говорить о том, как все плохо. Поверьте, сами в свои силы, единорога, да хоть во что-то. Ну и к тому же, единороги красивые, классные, и политические взгляды у них хорошие. Ну а если не получится, ну что поделать? Ну мы хотя бы попытались. Ну а если вдруг действительно получится убедить большинство россиян не поддерживать Путина, если вдруг в урнах окажется 40, 50, 60, 70 процентов бюллетеней против него, то представьте, какая это будет победа для нас и для нашей страны. И как это вдохновит людей. Давайте все-таки бороться, а не сдаваться. Давайте вдохновлять. Что-нибудь у всех нас вместе должно получиться, как получалось у оппозиции раньше. И еще немного про вдохновение и про типа нереализуемые мечты. Нобелевский комитет вчера присудил Нобелевскую премию мира. И ее получила Наргиз Махамади, иранская ученая и активистка. Одновременно с этим в Иране разгорается новость скандала жестокости по отношению к женщинам. Газета New York Times рассказывает, за что Махамади дали Нобелевку и сможет ли она ее получить. Махамади получила премию мира за борьбу с притеснением женщин, продвижение прав человека и свободы для всех. Она занимается активизмом в Иране уже 30 лет. И прямо сейчас отбывает тюремный срок за антигосударственную пропаганду. Из тюрьмы она по-прежнему организовывает протесты, в том числе во время крупных волнений в Иране. Так было во время протестов во имя Махсе Амини, девушки, погибшей в полицейском участке. Туда ее тогда доставили за то, что она неправильно носила хиджан. Муж Махамади, который живет во Франции вместе с их детьми, заявил, что Нобелевская премия мира это награда для всех активистов и правозащитников, которые борются за свободу в Иране. По сведениям Нобелевского комитета, Махамади арестовывали 13 раз, выносили ей приговор 5 раз и в целом приговорили к 31 году в тюрьме. Также ей назначили и телесные наказания 154 удара плетью. Тем временем в Иране новый скандал про ношение хиджаба. 16-летняя девушка Армита Герафант впала в кому после инцидента в тегеранском метро. Оппозиционные группы подозревают, что на нее напали из-за того, что она зашла в вагон без хиджаба. Правительство утверждает, что у нее просто упало давление. Было опубликовано видео с камер наблюдения с платформы, где видно лишь, как Армита заходит в вагон, а потом ее оттуда выносят без сознания. Правительство отказывается публиковать видео из самого вагона. Наргиз Мохаммадди в инстаграме заявила, что правительство пытается скрыть правду о том, что произошло с Армитой. На этом все. Поддержите видео лайком, чтобы помочь его распространить. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин